Здравствуйте! В эфир информационный выпуск «Амшевшара». Я и мои коллеги из службы новостей готовы подвести итоги и рассказать о самых важных событиях в стране. И сегодня в выпуске. Продолжаются рейдовые мероприятия по пресечению деятельности в Абхазии нелегальных экскурсоводов. Известный абхазский художник, скульптор, автор монумента Победы в Спарке Славы, директор Сухумского художественного училища Миранады ибо отмечает юбилей. Крупный оползень в селе Анхуагудовского района в 2020 году нанес ущерб нескольким домовладениями проселочной дороги, что сделано за это время и как сегодня живут жители. Итоги работы за полугодие 2022 года подведены в Гудаутском районном отделении МВД, где прошло совещание с участием министра и начальников подразделений райотдела. В рамках совещания были поставлены приоритетные задачи на текущий период. Подробности в репортаже пресс-службы МВД. Министр внутренних дел Вальтер Бутбе посетил отдел внутренних дел по Гудаутскому району, где прошло отчетно-плановое совещание с участием руководства МВД и начальниками подразделений райотдела. На совещании подведены итоги работы за полугодие 2022 года и поставлены приоритетные задачи на текущий период в части обеспечения правопорядка и общественной безопасности. С отчетом о проделанной работе вверенного подразделения выступил исполняющий обязанности начальника РОВД ЗОС Магицба. Согласно оперативным учетам, за 6 месяцев текущего года на территории района имели место 50 преступлений общей уголовной направленности, из которых 43 раскрыто. Общая раскрываемость составила 86%, что на 14,1 и выше аналогичного периода 2021 года. Усиленная работа ведется по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и изъятию незаконно хранимого огнестрельного оружия. В районе отмечено снижение преступлений против собственности. Фактов хищения чужого имущества уменьшилось с 13 до 6, из которых 50% уже раскрыто. Как отметил в своем докладе начальник РОВД, в настоящее время особое внимание уделяется пресечению преступлений такого рода в отношении отдыхающих и обеспечению общественной безопасности в районе в целом. Лично состав райотдела несет службу в усиленном режиме. Также полковник ГИЦ подоложил о кадровом комплекте вверенного подразделения материально-техническом обеспечении. Обращаясь к коллегам, министр внутренних дел отметил важность слаженной работы коллектива РОВД, четкого исполнения поставленных задач по всем направлениям деятельности, в частности усиления профилактической работы с криминально ориентированными элементами, незаконным оборотом огнестрельного оружия, профилактикой дорожно-транспортной безопасности. Заместитель главы администрации Валерий Аветсбот руководства района от общественности поблагодарил сотрудников милиции за их благородную тяжелую работу и заверил в поддержке со стороны администрации. По отдельным направлениям служебной деятельности главе ведомства доложили начальники подразделений отдела внутренних дел. Вальтер Будба в рабочем порядке обозначил приоритетные задачи райотдела, как оперативно-розыскные мероприятия по раскрытию совершенных преступлений, так и профилактические, направленные на предупреждение правонарушений и поддержание правопорядка в целом. Также министр отметил необходимость усилить работу по розыску лиц, скрывающихся от следствия и суда. К участникам совещания обратился депутат парламента Аслан Лакоба. Говоря слаженной оперативной службе сотрудников милиции, Аслан Лакоба заверил, что государство будет находить механизм для поддержания правоохранительных органов в их работе, обеспечении законности и правопорядка в стране. Как сказал Вальтер Бутба, на нас большая нагрузка, мы это понимаем, но здесь все офицеры, и мы достигнем результатов, которых от нас ждут граждане. Министр поблагодарил депутатов парламента, администрацию района за готовность к тесному сотрудничеству с органами внутренних дел и выразил надежду, что во взаимодействии милиции с общественностью, с населением правопорядок в районе будет увеличен в разы. В селе Баслах у Чемчирского района на территории АЗС обнаружена незаконно действующая майнинг-ферма. Изъято 37 аппаратов, которые направлены на хранение в специализированный склад. В ходе реализации оперативной информации сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с СОБР и Департаментом по техническому и энергетическому надзору гостандарта Абхазии в селе Баслах у Чемчирского района на территории АЗС была обнаружена незаконно действующая ферма по добыче криптовалют. На момент прибытия оперативной группы по вышеуказанному адресу работало 37 устройств по добыче криптовалют, общая мощность которого составляла 163 кВт. За незаконное подключение к электросети и использование электрической энергии для осуществления добычи криптовалют в отношении владельца объекта Зарандида Тубичикоевича составлен административный протокол по части 2 ст. 96 Прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Изъятые аппараты направлены на ответственное хранение в специализированный склад. Судебное заседание по делу об амнистировании Астамура Джопу, отбывающего 20-летний срок по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, вновь было перенесено. Такое решение связано с тем, что сторона обвинения, а именно Министерство внутренних дел, предоставила суду документы о том, что Министерство обороны не располагает сведениями об участии Астамура Джопу в освобождении Кодорского ущелья. Напомним, что сторона защиты настаивала на амнистии, ссылаясь на его заслуги и якобы имеющиеся награды. Сторона обвинения предложила мирное соглашение ввиду отказа от исковых требований, на что адвокат сообщил, что ему необходимо встретиться с ответчиком. Рассмотрение дела перенесено на 8 августа. Представили документ о том, что Министерство обороны Республики Абхазия не располагает сведениями о том, что Джопу Астамур Северянович участвовал в освобождении Кодорского ущелья. В связи с этим представители Министерства внутренних дел обратились к стороне защиты о том, чтобы мы пришли к мировому соглашению о том, что сторона защиты отказывается от своего искового заявления. Но сторона защиты сказала, что они должны согласовать эту позицию с осужденным Джопу и попросили на это время. И суд был отложен до понедельника. 70 лет исполнилось известному абхазскому художнику-скульптору-автору монумента «Победы в парке славы» директору Сухумского художественного училища Амирану Адлиба. Окончив с отличием Сухумское художественное училище, Амиран Адлиба поступил на отделение скульптуры в Тбилисскую государственную академию художеств. В 1986 году был принят в Союз художников Абхазии. Преподавал в Сухумском художественном училище. С 1999 года преподает лепку и рисование на отделении изобразительного искусства в Агу. Амиран Адлиба – член Союза художников СССР. Юбиляра торжественно поздравили в Министерстве культуры. Министр Даур Ковы пожелал Амирану Адлиба здоровья, творческих успехов и долгих лет жизни. Указан президент Аслан Абжаня за значительный вклад в становление и развитие изобразительного искусства. Высокое профессиональное мастерство Адлиба Амирану Сардионовичу присвоено почетное звание «Народный художник Республики Абхазия». В Москве состоялась встреча министра туризма Абхазии Теймураза Хишба и заместителя главы Ростуризма Елены Лысенковой, сообщает пресс-служба ведомства. Теймураз Хишба и Елена Лысенкова детально обсудили ряд вопросов Абхазо-Российского сотрудничества, а также перспективы развития туризма в Абхазии. В рамках рабочей поездки в Москву Теймураз Хишба примет участие в российском туристическом форуме «Путешествуй». С начала лета специалисты Минтуризма совместно с сотрудниками отдела экономической безопасности МВД и госавтоинспекции проводят рейдовые мероприятия по пресечению деятельности в Абхазии нелегальных экскурсоводов. В очередной такой рейд вместе с уполномоченными органами отправилась наша съемочная группа. Репортаж Анна Сласурия. Наша съемочная группа сопровождала представителей Министерства туризма в рейдовых мероприятиях в Гудаутском районе. На посту Приморск сотрудники Министерства внутренних дел и Министерства туризма останавливали машины с экскурсионными группами и проверяли гидов на наличие документов, необходимых для осуществления профессиональной деятельности. Три месяца назад вступил в силу закон о штрафах в этой сфере. На сегодняшний день зафиксировано 11 нарушений, из них оплачены всего два постановления. Путевой лист обязательно должен быть и бейджик, который свидетельствует, это свидетельство о том, что экскурсовод отестован, в первую очередь должен быть, житель Абхазии обязательно. Экскурсионная путевка, что мы лицензировано работаем, в первую очередь, что у нас все по закону. Представители экскурсионно-туристического обслуживания республики сталкиваются с нелегальными конкурентами регулярно. В целях государственной безопасности, предоставления более качественных услуг и защиты туристов от потенциальных мошенников было принято решение об организации контрольно-выездных мероприятий. Рейды проводятся по всей территории страны. Согласно действующему законодательству в сфере туризма, сегодня за Министерством туризма закреплены надзорные и контрольные функции. То есть сегодня проводятся контрольно-надзорные мероприятия на пресечении незаконной экскурсионной деятельности. Иными словами, идет борьба с нелегальными экскурсоводами, которые проводят на территории Республики Абхазия незаконно экскурсии. Для нас на самом деле неважно, это гражданин Республики Абхазия, либо не гражданин. Согласно действующему законодательству, еще раз повторюсь, экскурсовод должен быть аттестован в Министерстве туризма Республики Абхазия. Согласно статье 151 Международного административного законодательства, проводить экскурсионную деятельность на территории той или иной страны может лишь лицо, обладающее ее гражданством, и аттестованное при Министерстве туризма или подведомственных ему образовательных учреждениях. В этом году в Министерстве туризма Республики Абхазия были аттестованы около 600 экскурсоводов. Стало очень много нелегалов, которые искажают нашу историю. Это большая трагедия на самом деле. Кто-то, возможно, это воспринимает не так серьезно, но лично я была свидетелем того, как нелегальные гиды искажают нашу историю. Они не просто искажают, они оскорбляют местное население, очень негативно отзываются и принижают наши обычаи, наши традиции, достоинства абхазов. Контрольно-выездные мероприятия, направленные на выявление нарушений в экскурсионно-туристической деятельности проводятся на регулярной основе по всей республике. Однако, по словам Астамура Барциц, после того, как вступил в силу закон о штрафах, стал заметен положительный результат проведения рейдов. Анна Сласурия, Рамо Камки, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будуба вручил ведомственную медаль за борьбу с COVID-19 Максиму Эпифановскому, который во время пандемии коронавирусной инфекции оказывал Минздраву помощь в приобретении и доставке медицинского кислорода, покупке и установке кислородных станций и резервуаров в медучреждениях республики. Максим Эпифановский поблагодарил министерство за высокую оценку его работы. В администрации Сухума состоялась встреча с делегацией правительства Москвы, в состав которой входят руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык и его заместитель Тимур Халиков. Обсуждались вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры, организации безопасности дорожного движения и интеллектуальных транспортных систем. Визит делегации носит подготовительный характер к приезду большой делегации из Москвы со специалистами по различным направлениям. Российские специалисты готовы оказать содействие в организации транспортного движения и пассажирских перевозок. Ключевые моменты работы – это управление дорожным движением, светофорное регулирование, правильное проектирование улиц. Рабочая группа представителей правительства Москвы прибыла в Сухум для подготовки комплекса мероприятий, в том числе в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры, намеченных на сентябрь-октябрь 2022 года в рамках соглашения между правительствами Москвы и Абхазии о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарно-культурной областях. Крупный оползень в селе Анхуа Гудаутского района сошел в 2020 году. Ущерб был нанесен нескольким домовладениями и проселочной дороги. Что было сделано за это время и как сегодня живут жители, узнавала наша съемочная группа. Репортаж Эсмы Голанце. Несколько лет назад у жителей села Анхуа Гудаутского района в буквальном смысле земля ушла из-под ног. Оползень не пощадил ни одного участка в округе. Сошедший пласт земли уничтожил большую часть садовых угодий семьи Аргун. Трехэтажный дом чудом остался цел. Когда пандемия началась, когда граница закрылась, вот тогда уже эта проблема большая была у нас. Оно все больше и больше шло наверх. Вот вы видите, там у нас ворота стояли, ворота упали. Весь двор, невозможно было заехать и вообще жить было очень опасно. Вот сами видите, дом где стоит, вот первый же столб, там уже вот все, все ушло. Чудом дом остановили, успели, вот эту стену сделали опорную. И слава богу, мы уже переехали, даже жили в другом месте, переехали, вот с мая живем здесь. Кроме того, из-за оползня пострадала единственная дорога, соединяющая село с городом. Жители обратились за помощью государству. Для укрепления участка была возведена подпорная стена длиною 66 метров. Работы велись в течение полугода. К сожалению, здесь майкопские глины, там вода не просачивается. Наверху где состыковывается и земля, и майкопские глины, там все, ну как бы, как мыло. Все наползет, сами видите, дорога уже остановилась. Сделали ребята подпорную стену и считайте, что дорогу сохранили. Тем не менее, проблема пока не решена полностью. Ниже земля продолжает ползти. Под угрозой железная дорога. Поэтому было решено построить временную подпорную конструкцию и отслеживать дальнейший процесс. Я, насколько знаю, проектировщики уже разработали временную конструкцию, чтобы его хоть задержать. И потом смотреть за ними, как себя поведет, и проводить изыскание. Это обязательно здесь надо изучить. Грунты, это и делать каскады, что как положено содержать, его каскадами надо закрепить. Это огромные деньги стоят. А если это не убирать отсюда землю, вот видите, железная дорога, она все в течение... Там уже будет все закроется. Вот вынужден, ребята уже третий месяц, все, землю убирают, выбирают. Вот сами видите, здесь какое положение. Всего оползень, сошедший в селе Анхуа, затронул шесть домов. Некоторым семьям пришлось переехать. Жители надеются, что все же смогут вернуться в свои дома. Японский оперный певец Масаши Цуди исполнил на концерте в Японии абхазскую колыбельную щечнани. Выучить текст песни ему помогла полномочный представитель МИД Абхазии в Германии Хивла Амичба. Масаши прочитал роман Баграта Шинкуба «Последний из ушедших на японском языке» и настолько проникся этой историей, что решил обязательно включить песню щечнани в свой репертуар. Масаши Цуди – успешный оперный певец, выступающий на сценах Германии, Японии и других стран. Масаши Цуди – успешный оперный певец, выступающий на сцене. Субтитры создавал DimaTorzok С утра 6 августа в связи с укладкой второго слоя асфальта будет перекрыта часть улицы Джонуа от улицы Гулия до улицы Артенба. Столичная администрация обращается к автовладельцам с просьбой ограничить поездки по этому маршруту. А в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, выходные дни 6 и 7 августа на территории Абхазии ожидается кратковременный дождь, гроза, на море штормовое предупреждение, возможен смерч. Температура воздуха ночью 19-24, днем 25-30 градусов тепла, температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск «Амшевшара» подошел к концу. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok